Экспозицию можно условно разбить на следующие группы иконы, деревянные скульптуры, коллекции резных царских врат. Царские врата, главные врата иконостаса в православном храме, которые ведут в его алтарную часть и символизируют врата рая. Обычным смертным проход через эти врата запрещен, а вот во время богослужения через них могут пройти священнослужители. Дерево, резьба, темпера, золочение. С художественной точки зрения каждый из этих сакральных экспонатов шедеврален. Все произведения так или иначе относятся к храмам Рязанской области. Происхождение каких-то мы знаем, каких-то происхождение давно утеряно. Однако мы точно знаем, что территория эта ограничивалась тем, что когда-то называлась даже Рязанской губернией скорее. Большая часть экспонатов поступила к нам в фонды после масштабных экспедиций, проведенных совместно с Центром имени Игоря Горбаря, которые проходили в 60-е, 70-е, 80-е годы XX века. Время неспокойное для России, время, когда храмы закрывались. И, в общем-то, задача была музейных сотрудников и реставраторов в том, чтобы спасти эти экспонаты и довести их до состояния как минимум консервации, а как максимум экспозиционного. С этой задачей справились. Самое значительное произведение Рязная икона – Архангел Михаил начала XVI века из села Путятина Сапожковского района. Икона не имеет аналогов в русской деревянной скульптуре, хотя поклонение Архангелу Михаилу в Рязанских землях было очень популярно. Также присутствует его изображение на иконе – икона явления православного религиозного искусства. Иконописцы работают в рамках общепринятой эстетической системы со сложившимися иконографическими типами Спасителя, Богоматери, Святых, Евангельских и Библейских сюжетов. В экспозиции представлены подлинные шедевры древнерусской живописи. У нас нет понятия Рязанской школы иконописи, просто памятников нет, на которых мы могли бы это сделать. Самая древняя икона в коллекции датируется концом XV века, но для Рязани это нормально. Я понимаю, что там для Владимира Суздальской иконы, для Новгородской – это даже не древность. Но в Рязани, к сожалению, не сохранился тот пласт произведения искусства, который относился к домонгольскому периоду, периоду нашествия. В единичных экземплярах они до нас дошли. Самая древняя икона в зале Благовещения второй половины XV века написана в эстетической системе Московской иконописной школы. Икона входила в состав праздничного ряда правословного храма. Памятники XVII столетия сохранились в значительно большем количестве и дают возможность судить об особенностях и достоинствах Рязанской иконописи. Это время расцвета в искусстве Рязани. Среди других икон XVII столетия – Троица Ветхозаветная, Святые Василий Великий и Георгий из Диисусного Чина, Богоматерь Адигитрия, Успение Богородицы, Чудо Георгия о Змеи – самый яркий памятник рязанской иконописи XVIII века в музее, свидетельствующий о высоком профессиональном мастерстве рязанских художников.